Автофарк соцучреждений пополнился новыми автомобилями. Из них 8 машин для службы социальной такси, 20 микроавтобусов и 2 автобуса ПАЗ. Автомобили приобретены за счет средств резервного фонда правительства России. Общий объем финансирования 50 миллионов рублей. Эти автомобили просто необходимы для того, чтобы наши граждане, маломобильные граждане, малоподвижные, были полностью обеспечены при необходимости доставки социальных учреждений. Также сегодня мы вручали ключи для транспорта, для детских социально-реабилитационных центров. Обновление автопарка повысит не только качество предоставления услуг, но и доступность социально значимых объектов для маломобильных граждан. Новый автотранспорт позволит доставлять детей, пожилых людей и инвалидов из отдаленных населенных пунктов региона в медицинские и культурные учреждения. В связи с тем, что транспорт был изношен, эти автомобили просто необходимы для того, чтобы маломобильные граждане были обеспечены возможностью передвижения. Таким образом, мы полностью закрываем потребность в транспорте у соцучреждений. Служба социальной такси в Нижнем Новгороде существует с 2011 года. За это время та машина, которая есть, она, естественно, уже немножечко и морально устарела, и, соответственно, требует больше вложения на ее техническое обслуживание. Потому что машина у нас используется для социального, туризма, небольших группы маломобильных граждан. Мы можем вывозить в музеи, на какие-то праздничные мероприятия. Это действительно возможность как и для учреждений, так и для наших воспитанников. Так как сейчас наши дети часто становятся призерами областных конкурсов. И, конечно же, это одна из возможностей детей расширять кругозор. В автомобилях для маломобильных граждан специальное оборудование. Поставщиком стал Горьковский автомобильный завод. Микроавтобусы для перевозки детей «Газель Некста» дополнительно укомплектованы всем необходимым для комфортной и безопасной перевозки. Ремнями безопасности, световой и звуковой сигнализацией, тахографами и системной спутниковой навигации «ГЛОНАСС». Вероника Дёмина, Владимир Гайдай. Время новостей.